Как совмещаются страх Божий и любовь к нему? Так Бога нужно бояться или любить? Ну, понятно, что в нашем, с одной стороны, изрядно рафинированном сознании, с другой стороны, сознании совершенно обезбоженном, все эти понятия, как страх и любовь, они просто являются антонимами, они несовместимы. Хотя, по сути дела, если даже человек задумается, ну хоть сколько-нибудь не поэтическим хотя бы, в поэтической форме задумается над этим, он поймет, что не так уж это противоположные вещи. Ведь тот, кто любит, всегда боится. Это же неизбежно, ну просто страх как порождение любви, потому что он боится потерять того, кого он любит. Он боится потерять, ну в самом простом смысле слова, потому что тот, кого он любит, может завтра умереть. Не то, что как-то разрушится отношение, нет, а именно то, что завтра того, кого я люблю, не будет. И этот страх неразрывно присутствует к любви. Конечно, бывают такие ситуации для литературы, это очень такая знакомая, разработанная тема о том, как могут быть безмятежно счастливы, влюбленные, любящие. И всегда это заканчивается тем, что входит реальность и все заканчивается. Поэтому, ну вот не надо уж так думать, что страх и любовь совершенно как-то невозможно связать. Но в Священописании, естественно, любовь и страх, они связаны в обратной зависимости. То есть, страх не есть порождение любви, страх есть путь к любви. И вот на эту тему и нужно подумать. Подумать. Две проблемы есть у человека. Первая проблема – это вольность. Вольность как неуважение, неблагоговение, как уверенность в том, что другой что-то мне должен. Ну, в смысле, он меня всегда будет любить. Уверенность в том, что он меня всегда будет любить. Независимо ни от чего мною выражаемого, он всегда будет меня любить. Вот эта вольность, она показывает потребительство. То есть, я в сущности пользуюсь безусловной любовью другого человека. Это не любовь. Я просто пользуюсь чужой любовью. А свою потребительство, свою вольность в отношении к этой любви я называю любовью. Ну, мне так удобно. И, конечно, когда мы относимся к Богу почти все потребительски, и никто не воспринимает, опыта такого нет у человека, никто не воспринимает свое потребительское отношение к Богу как вольность, он этого просто не видит. Ему кажется, что вот его постоянное взывание к Богу о помощи, просьбы и все такое, с чем мы обращаемся к Богу, все это есть проявление его любви. И мы очень обижаемся, когда он не реагирует на нас. Мы даже сердимся и злимся на то, что почему так, с чего рать, ну давай. Ну ты Бог, в конце концов, или нет? Я же тебя люблю. Перенесите это отношение к Богу на отношение к другому человеку. И вы сразу очень болезненно поймете, что это вольность, это пользование. Просто мы стыдимся таких отношений с людьми, а отношений таких к Богу не стыдимся. Но если мы спроецируем, как мы относимся к Богу, вот ту же самую чувство, ощущение, переживание, поступки, перенесем в отношения между людьми, мы сразу поймем, что это неправильно. Вот, хотя, конечно, так люди себя ведут, но при этом никто не будет называть это любовью. Ну разве что только в условиях очень болезненной манипуляции манипуляции чужим доверием или чужой слабостью. Но в целом это совсем другие отношения. Но когда мы обращаемся с Богом, мы этой вольности не видим. И вот чтобы эту вольность победить, чтобы этой вольности, точнее, не дать развиться, нужно благоговение. Нужен вот этот самый страх, про который сказано начало премудрости, страх Господень. Или тоже из книги притч. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. То есть человек благоговеет, а это значит, что он признает, что приходит, что рождается в человеческом сердце, если там нет вольности. И вот вторая, так скажем, проблема, вторая беда, которая помогает нам это понять, это уверенность в себе, уверенность в себе, что, ну скажем, что мы любим. А стало быть, раз любим, мы должны быть любимы. Вот есть человек, который сомневается, а люблю ли я? А правда ли я люблю даже другого человека, не только Бога? А есть уверенность в том, что, ну-ка, я точно люблю. Ну, я, ну как, само собой, ну, естественно, я тебя люблю. И, можно сказать, и мужу, и жене, и детям, и матери, и всему угодно. Да люблю, какие вопросы, какие разговоры? Я ли этого не делал? 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 Я люблю. Вот эта уверенность, она и приводит к вольности. Как бы с другого конца. Человек, вольно обращающийся с другим человеком, он уверен в собственной любви. Но в отношениях к людям это вызывает очень много драм, трагедий, проблем. И люди кроткие, степенные, они молчат. Ну, я же к тебе езжу каждую неделю, значит, люблю. Ну, вроде ничего и не скажешь. Ну, ты же ездишь и не помогаешь. А сказать тебе о том, что помоги нельзя, потому что ты скажешь, я и так к тебе приехал, вот, оторвался от работы, отдел, приехал к тебе тут, вот, а ты меня еще заставляешь работать. Мало, что ли, что я с тобой сижу? Вроде как обидишь человека. Ладно, пойду сама поработаю, сама попахаю, сама посажу. Ну, что теперь сделают? Действительно, радоваться надо, что хотя бы приехал, оторвался от дел, все такое прочее. И человек, поскольку ему ничего не возражает, он уверен, что тот факт, что он приехал, и что он пообедал, в том, что он там привез какие-то деньги, даже и продукты, это и есть любовь. Он-то в себе уверен. А поскольку его никто не обличает и не упрекает, то он думает, что это и есть то, что требуется. Но в отношении к Богу это не проходит, потому что Бог-то сказал, что чувство ничего не значит в отношении ко мне. Любящий меня заповеди мои соблюдает. То есть, если мы уверены, что любим Бога, а это почти все, кто ходит в храм, уверены, то мы должны соблюдать заповеди его. А в этом мы отнюдь, ну, скажем, не можем сказать, что мы их соблюдаем. То есть, мы уверены, что Бога любим, и при этом же уверены, что заповеди не соблюдаем. Как это можно совместить? Мы каждый знаем, что любящий его исполняет заповеди, каждый знает, что он любит, и каждый знает, что ничего не соблюдает. Это же неправильно. Вот эта неправильность, вот это и заглушается вольностью. Мы как бы торопимся, чтобы никто не подумал, а то сейчас он скажет, что ты там то не делаешь, другое, я сразу начинаю говорить о том, как я его люблю, что я для него делаю, сколько я пощусь, сколько я молюсь, сколько я хожу в храм, сколько милости лезет. Он, ты же видишь, 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 что я тебя люблю. А заповедь? Ну, ты посмотри, сколько я денег дал вчера, 50 рублей человеку ни за что. О чем ты еще от меня хочешь спросить? Что ты от меня требуешь? Вот эта вольность, это, как это по русской пословице, на воре шапка горит. Она обличает наше желание закрыть эту дыру, чтобы мы увидели, чтобы не увидели мы сами, что Бога мы не любим. Нам же страшно это сказать. А страх, он как раз и рождается от объективного сознания того, что я не люблю Бога, потому что не исполняю заповеди его. Я должен исполнять его заповеди. Я хочу научиться любви. А как исполнять заповеди, если я... Ну, а зачем? А зачем? Не зачем? Ведь если я боюсь что-то потерять, тогда я делаю. А если я не боюсь ничего? Ничего не... Зачем мне это делать? Где мотивация к тому, чтобы делать? Если я уверен в себе, что я люблю, мне не стыдно. Если я уверен, что моя жена мне никогда не изменить, никогда не уйдет и всегда будет, безусловно, меня любить, а зачем мне что-то делать? Ну, конечно, если я уже дорос до любви, тогда, да, я просто люблю. Другое статусе невозможно, но тогда нет вольности, потому что когда я люблю, я знаю, что в любой момент все может кончиться, что на самом деле любовь – это постоянные усилия по сохранению себя в любви. Вольность не видит этого, а любовь видит. И эта любовь прошла через когда-то, прошла через страх, и научившись любить, мы дорожим каждым мгновением любви другого человека, знаем, как все это в одночасье может измениться, ибо человек непостоянен по природе. Вот так и к Богу, чтобы научиться его любить и делать все то, что он приписывает только ради любви, это хорошо, это здорово, это правильно, но для того, чтобы к этому взойти, надо сначала пережить страх. Во-первых, от того, что мы ничего не делаем, и на самом деле мы никакие не любим его, а значит, он может с нами поступить как с нелюбящими, как захочет, и нам это страшно. А потом начинаем бояться, потому что мы уже начинаем любить, но мы знаем, что у нас много недостатков, и он есть за что нас и судить, и мы очень боимся. А потом, испытав его благодатное вхождение в нашу жизнь, мы боимся, что он развернется и уйдет, и мы переживаем действительно, когда он недоволен нашими поступками, что он переживает и уходит. И вот так вот посредством страха мы врастаем в способность любить, потому что страх научает нам двум вещам. не быть уверенным в том, что я действительно люблю, не лгать себе. Страх охраняет нас от вольности, которая разрушает любовь. Страх это благоговение, которое не дает вольности закрыть от нас возможности Богообщения. А во-вторых, страх помогает нам сохранить постоянное ощущение того, что Бог любит нас не за что-то, а по милости. Страх помогает и открывает нам то, что мы не заслужили такого отношения. Это всегда его дар и милость, которые в любой момент, ибо он волен сам в себе, могут иссякнуть. Мы понимаем, что могут, и вот это благоговение, которое Писание называет страхом, учит нас дорожить его милость и не грешить, не злоупотреблять его долготерпением, а научить нас смирению и кротости, а вслед за этим все большему и большему потоку благодать. И в конце концов, возрастая в этой благодати, мы возрастаем в любви, так что страх совершенно уходит, как пишет о том Иоанн Богослов. И мы познали любовь, познали, не мы любим, а мы познали эту любовь, именно сознавая свою неготовность к любви, свою беспомощность, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, а не мы к Нему, и уверовали в Него, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Если мы начинаем не со страха, а с любви, то мы говорим, это Я тебя люблю, это Я сейчас покажу, как Я тебя люблю, а в сущности это самообман, приводящий к вольности и делающих нас неспособными любить, нас неспособными любить. Бог-то как любил, так и любит. А страх это сознание своей беспомощности, на которую изливается любовь Божья, меняет человека, и в этой любви мы прорастаем, избавляясь от страха, как птенчик избавляется от скорлупы яйца. И постепенно возрастаем в этой любви так, что страх проходит полностью не потому, что мы такие, а потому, что мы все прониклись этой неизреченной, неистребимой, непобедимой, невместимой любовью, которую он любит нас. И ни малейшая мысль не проникнет больше в наше сердце о том, будто бы мы эту любовь заслужили. А если бы не было страха, то в человеке всегда возникнет эта мысль, станет фундаментом, ведь я этой любви достоин. Это не просто гордость, это просто какая-то омерзительная чушь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. и подпишись